Ну а перед этим не забудьте найти браузер Brave по моей ссылочке в описании. Это наегоднейший браузер, который лучше всех, которыми ты пользовался. Ты спрось, почему я его так восхваляю, а все из-за того, что ты стройный адблокер, то есть он блокирует рекламу. Также поддержка приватного окна с тором, то есть ты можешь заходить на Onion ссылки. Допустим, давайте зайдем на Hide and Wiki. Для этого вставляем Onion ссылочку и просто ждем, когда загрузится. Ну и в принципе все, мы зашли на Onion ссылку. Хм, до сих пор не убедил? Тогда на этом сайте ты сможешь спокойно зарабатывать деньги, а именно бат-валюту. Все, что тебе нужно будет делать, это просто серфить в браузер странички. И у тебя будет иногда появляться реклама, за которую будут тебе платить неплохие деньги. В общем, ладно, скачивай и сам узнаешь, ссылочка будет в описании. Денечки, здравствуйте. Сегодня расскажу, как легко и просто установить поп-оход, как настроить и как вообще с ним играть. На данный момент это один из самых популярных софтов, именно бесплатных на кс-очку. И он находится в статусе Undetected. Ладно, чтобы скачать сам чит, мы кликаем вот сюда. Тут нас ждет такая ссылочка theloud.pv. Именно по этой ссылочке, если вы на нее зайдете, у вас будет самая последняя версия скачиваться. То есть вы пишете theloud.pv.com. Заходите, тут вам пишет нажмите разрешить, чтобы продолжить. Вы просто вот кликаете сюда. Если у вас данной кнопочки не будет, то вот тут вот, где уведомление, нажмите спрашивать. В общем, в принципе, все. Далее у вас влазит Boost Inc. Тут вам нужно будет подписаться на канал и поставить лайк. И прогресс бар, и нажимаем на load file. Загрузим на рабочий стол. Нажимаем save. После чего у нас скачивается такой архивчик. Но перед этим напомню, что если у вас ничего не скачивается, то отключайте антивирусник. Ну да ладно. В общем, открываем данный архивчик и просто распаковываем его туда, куда захотите. Как вы заметили, теперь есть и длэшечка, и вот такой вот экзешечек под названием steam. Это сам loader, который автоматически все инжектит и автоматически все запускает. А также есть шрифт, который можно и нужно установить. Нажимаем install, запускаем. У меня он уже установлен, но я просто вам покажу, что его нужно обязательно установить, чтобы у вас мемюшечка отображалась правильно. Также присутствует два кфг. Кидать их нужно вот по такому пути. Давайте их скопируем. Переходим в документ, заходим по походу в free. Если у вас такой папочки нет, то просто ее создайте. Ничего сложного нет. Заходите сюда, кидайте эти два кфгшечка. Они абсолютно бесплатные. В общем, теперь нам предстоит выбрать, чем мы будем запускать сам софт. Либо G-инжектор, и туда добавляем эти длэшечки. Либо же просто запустить loader, который все сделает автоматически. Я же выбираю, конечно же, loader, потому что это легче и проще. Для этого запускаем Steam, нажимаем от имени администратора, нажимаем Yes, Yes. После чего нам пишет, что сборка от 10.04.2019, то есть считайте, один день назад вышло, и пишет, что загружено. Нажимаем ОК. Нам пишет, сделать ли нам автоматическую выгрузку при закрытии игры. То есть Y это Yes, N это No. Я напишу Yes, потому что у вас больше шансов, что вам не дадут вагбан. Нажимаем Enter. После чего нас влазит, что у нас за ежесел со софт. И вот такая вот прикольненькая музычка. А если у вас такая влазит ошибочка, я не знаю, из-за чего она. Но я просто нажимаю ОК, и она проходит. Нажимаю ОК. Просто спамит она, и все-таки она вас пройдет. Теперь же, чтобы запустить софт, мы нажимаем на Insert. У нас запускается само окошечко, которое мы можем с вами перетаскивать. Также можно нажать на кнопочку Delight. Это то есть будет отключение и включение чита полностью. Но с функцией мы попозже разберемся. Теперь переходим в Misk. И вот тут у нас появляются наши КФГшечки. Как вы заметили, теперь погружаются легитные КФГшечки от каких-то челиков, лорда и какой-то онлайн. То есть давайте выберем любой из этих КФГшечек. И нажмем просто кнопочку Load. А все, у нас загрузилась КФГшечка. Как видите, тут показано, что у нас конфигнейм сейчас стоит легитбой онлайн, да. И теперь мы сможем заходить в игру. Так, братинички, я очень загрузился на мапы. Вы видите, это действительно очень красивый лук. То есть такая палитра, голубенькая с розовым. Мне действительно нравятся такие цвета. Я не знаю почему, но я почему-то о них фанатею. Давайте, допустим, возьмем Калашик. У нас Калашик неоновой революции. И давайте попробуем с ним поиграть. Но перед этим, вот что я не могу терпеть, это когда у меня Филд оф Юф слишком маленький. Люблю хотя поставить на 110, чтобы было хоть немножко отдалено. Я не знаю, один ли я такой. Но, блядь, как охеренно, когда у тебя чуть больше угол обзора. То есть, как видите, даже, считайте, не наводит. Ладно, давайте разберемся с функциями во вкладочке скинс. У нас есть обычный скин чейнджер. Но без всякого инвентаря чейнджера и профайл чейнджера. То есть, можно только менять скины, которые у нас есть в игре. То есть, ничего ограничено, что у нас тут нет. Никаких кастомных скинов нет. Просто вот скины, меняй и все. Вместе скину всякие функции. Допустим, анти-скриншот. Вот это полезная функция, чтобы обезопасить ваш аккаунт от вагбана. Также спектатор-лист. Это вот эта вот штучка, которая показывает, кто за нами следит. Ацепт матчмекинг. Это автоматическое принятие игры, когда у вас находится игра. И клантек. Это у вас будет писаться, что вы играете с софтом ПП Худ. Опять же, подходит только для того, если вы играете на рейдж-игре. Дальше идет функция показывать звание. А также астрейф и банихоп. То есть, ничего новенького нет. Ну и в райдфов. Это, конечно же, чейнджет филд оф ю, чтобы у вас была картинка более красивая. Так, теперь давайте перейдем в визуалы. И в плеере ESP нас включить-выключить. Также тиммейт, если включим, то у нас будут выделяться все наши визуальчики на тиммейтах. Категорически советую к шейпу, потому что вы будете откликаться. Вижабл-онли это только работает ESP, когда вы видите врага. А саунд-онли это просто саунд ESP. А именно, когда он пойдет, у вас подсвечится. То есть, такая функция только для фуллигит игры на высоких званиях. Ну и это, в принципе, все, братюнечка. Надеюсь, тебе понятно рассказал, как все сделать, и ты это все понял. А если же я тебе помог, то не забывай оставить лайк и, конечно, и подписаться на канал. Я думаю, это будет не лишнее, и я буду тебе сильно благодарен. Спасибо за просмотр и пока.